Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы поделиться одним небольшим отрывком из Евангелия от Луки. Это 14 глава с 1 по 4 стих. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил». Я думаю, достаточно стандартный эпизод из земного служения Иисуса Христа. Кто-то подсчитал, что всего в Евангелии упоминается 7 раз, 7 случаев, когда Иисус исцелял именно в субботу. То есть этот вопрос исцеления в субботу, он поднимался не единожды, не однажды, а много-много раз. Случаи заболеваний там были самые разные, но один и тот же самый принцип прослеживается во всех этих эпизодах. То, что Иисус не боялся, скажем так, или имел дерзновение исцелять прямо в субботу, несмотря на то, что это каким-то образом нарушало предписание книжников и фарисеев. Но сегодня я хотел бы говорить не о субботе и не о том, что Иисус смел, что на Иисуса не влияют вот эти косые взгляды, не влияет на то, что за ним там наблюдают зорко. Он все равно исцеляет, он все равно действует в духе, он все равно пребывает в духе, он все равно контролирует себя, он все равно являет силу Божью. Не об этом сегодня речь, а о том специфическом заболевании, которое я здесь вижу, и на которое, как верит Дух Святой, обращает мое и наше с вами внимание. Итак, тема нашей небольшой беседы – водяная болезнь. Водяная болезнь, да, интересное название, интересное определение. И я думаю, немногие из нас останавливались на этом названии и этом определении, потому что, ну какая разница, каким именно недугом человек страдал, Иисус все равно прикасался, Иисус все равно исцелял, Иисус все равно решал проблему. Поэтому мы не так уж сильно заостряем внимание на том или ином диагнозе, будь то иссохшая рука, будь то проказа, будь то какой-то паралич или расслабленность, говоря библейским языком. Нам как бы без разницы, сам факт того, что Иисус исцеляет, сам факт того, что Иисус помогает, решает проблему, прикасается к людям. Это нас впечатляет. Но в нашем сегодняшнем отрывке вот эта водяная болезнь, мне кажется, является прообразом такого очень непростого состояния, да, и очень часто встречающегося у нас христиан. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет не о прямой, так скажем, болезни, и не о буквальном ее толковании, а о духовном. И так я немножко разобрался, да, там посмотрел переводы, посмотрел толкования, посмотрел какие-то интерпретации греческих слов, и выяснилось, что эта болезнь, которую еще иногда называют по-простецки водянкой, состоит в том, что избыточное количество жидкости, избыточное количество воды, да, грубо говоря, скапливается в каких-то тканях, клетках, скапливается в каких-то органах, обволакивает какие-то органы. Поэтому-то данное заболевание и называется водяной болезнью. Потому что избыточное количество жидкости, я уж не знаю там какой, я не специалист, и сильно глубоко я не вникал, мне больше интересен принцип, а не подробные диагнозы, подробные какие-то, может быть, нюансы. Избыточное количество жидкости, там лимфы, не лимфы, без разницы, скапливаются там, где они не должны скапливаться. И вот вопрос, жидкость же является очень важной составной частью нашего организма. Кто-то сказал, что человек состоит из 80 или 70 процентов жидкости, то есть большая часть нашего тела представляет из себя именно жидкости, ну, в каком-то виде таком оформленном, который не выглядит как жидкость, но на самом деле мы жидкие, да, мы как желе ходим, движемся по этой земле. Поэтому сама по себе жидкость не то, что нужна, она необходима, она жизненно необходима для нас, для того, чтобы мы нормально себя чувствовали и функционировали как должно, как Бог задумал. Но если она скапливается не в тех местах в избыточном количестве, то есть уже не 70-80 процентов, а 90 там и более, то это, ну, как бы сказать, нехорошо. И здесь написано страждущий. Вот интересная фраза, да. Предстал перед него человек страждущий водяную болезнь. Может быть сама по себе жидкость это хорошо, важно и необходимо, но если она не там, где нужно, ее много не там, где нужно, то человек начинает страдать, человек начинает испытывать какие-то не очень хорошие состояния, да, он чувствует себя плохо, страждущий водяную болезнь. То есть основной характеристикой вот этого заболевания является дисфункция и разбалансировка, когда организм не настроен, когда он вроде бы как функционирует, да, вроде бы как оперирует с тем, что жизненно для него важно, но не в должных пропорциях и не в должных количествах. Я работаю инструктором в учебном центре и мы рабочим специальностям, которые направляются на нефтегазовые проекты Сахалина, преподаем различные дисциплины. И у меня есть такой курс проведения газоанализа воздушной среды с целью безопасного проведения работы. Вот там мы говорим о том, что человек может испытывать как недостаток кислорода, так и его избыток. И, казалось бы, избыток кислорода в воздухе рабочей зоны не должен приводить к каким-то негативным симптомам, потому что кислород для нашего с вами организма это что-то жизненно важное. Мы без кислорода не можем там нормально жить, не можем нормально существовать даже в течение какого-то короткого промежутка времени, но тем не менее избыточное количество кислорода, более 23 процентов, например, в воздухе рабочей зоны, приводит к тому, что человек чувствует себя плохо. Почему? Потому что нарушается баланс потребления кислорода и отдачи углекислого газа. То есть вот этот процесс приходит в разбалансировку, он выходит из-под контроля и дело не в том, что мы больше кислорода получаем в силу каких-то факторов. Ну, например, рядом с нами разгерметизировался там баллон с кислородом, что привело к увеличению содержания его в воздухе или какая-то азотная установка, которая занимается воздухоразделением, выделяет избыточное количество кислорода. Такие ситуации теоретически возможны, но тем не менее мы, получая избыток кислорода, не всегда будем чувствовать себя хорошо. Есть определенные условия, при которых мы можем пользоваться избытком кислорода, это барокамеры, это специальные, ну, такие помещения, в которых мы создаем избыточное давление. А при нормальном атмосферном давлении избыток кислорода, не думайте, что будет вызывать у нас эйфорию и что он будет как-то благоприятно ощущаться. Неблагоприятно, потому что нарушается баланс, нарушается пропорция потребления и отдачи. И, казалось бы, хорошая вещь, не то что полезная, а жизненно необходимая вещь. Кислород в избыточном своем количестве может приводить к не очень-то приятным симптомам, да, кислородное отравление и так далее, и так далее. Про дефицит кислорода я молчу, потому что сегодня мы говорим о водянке, о водяной болезни, когда избыток жидкости, да, не дефицит жидкости, не иссохшая рука, да, как в одном из случаев, тоже в субботу, кстати говоря, но избыток жидкости. И вот этот баланс в нашем организме, как оказалось, это очень тонко настраиваемая штука, это очень такая хрупкая система, да, которую не так-то легко отстроить. Баланс, да, равномерное, пропорциональное распределение тех или иных функций, течений, процессов и так далее. Это очень сложная материя, если так вдуматься, если вникнуть в это, глубоко погрузиться. И вот здесь у человека нарушен баланс. Он приходит к Иисусу с нарушением баланса, в состоянии, когда настройки сбиты, в состоянии, когда его процессы, да, в его организме, они расшатаны и разбалансированы. И, возможно, вот эта водяная болезнь не является такой уж, ну, как бы сказать, уродливо выглядящей. Например, человек прокаженный, да, или человек расслабленный, человек, имеющий сухую руку, но выглядит, может быть, гораздо менее презентабельно. То есть водянка, ну, это как полнота, знаете, вот человек с большим пузом, да, там подошел к Иисусу, например, да, или с каким-то распухшим плечом там и так далее. То есть здесь нет такого, ну, прям яркого уродства, хотя это, конечно, внешне тоже неэстетически наверняка выглядело, но по сравнению с проказой, да, по сравнению с другими ярко выраженными симптомами, может быть, это не выглядело как что-то слишком отталкивающее. Например, человек прокаженный вряд ли мог появиться в гостях у фарисеев, да, в этом доме, в котором были особые приглашенные люди. Там дальше Иисус притчу рассказывает о том, что если ты будешь позван кем-либо на брак, там, или на вечерю, то не занимай первые места. То есть это званый ужин, да, это узкий круг лиц, которые имели доступ в это собрание на этот ужин. И наверняка вот этот человек, он был специально позван, я так думаю, да, и многие толкователи тоже считают, что этот человек, страждущий водяной болезнью, был специально приглашен для того, чтобы спровоцировать Иисуса. И вот сам факт того, что фарисеи его пригласили, или он каким-то образом туда проник, говорит о том, что он не выглядел слишком уродливо. Это не было отталкивающе, да, прокаженный не смог бы в открытую вот так зайти туда. Или человек, который имел какие-то явно яркие выраженные симптомы, тоже не смог бы туда прийти, да. Например, расслабленного пришлось там спускать на веревках, разбирать крышу, то есть не так все просто было для таких людей. А вот этот человек, может быть, не имел таких ярко выраженных симптомов, и, может быть, не выглядел отталкивающе, да, и эта болезнь не считалась прям нечистой, да, греховной какой-то, или такой, за которую человек там должен каяться, должен где-то совершать какие-то жертвоприношения за грех и так далее. То есть это просто симптом разбалансировки, это просто состояние, когда настройки сбиты. И тем не менее, человек страдает от этого. Вот мысль. Мы можем не заниматься какими-то явными грехами, да, можем не быть преданными какому-то беззаконию, ярко выраженным, да, или вообще никакому, ни ярко, ни не ярко, никак не выраженным. Но тем не менее, какая-то разбалансировка нашей духовной жизни может иметь место. И не просто может иметь, а, как правило, это часто случается. Вот таких состояний духовных у нас с вами вокруг очень много. Мы можем где-то сами себя в этом состоянии увидеть. Опять же, переводя на духовные рельсы, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. То есть в нашей жизни есть какие-то мысли, желания, хобби, я не знаю, какие-то направления, которые сами по себе могут и не быть греховными, могут быть даже в чем-то полезными. Ну, вода – это полезно, кислород – это полезно, да. А если этого избыток, если в этом есть какая-то дисгармония, то мы начинаем страдать. Здесь написано «страждущий». Вроде бы полезные вещи, вроде бы приятные вещи, да, какое-нибудь хобби, я не знаю, примеров может быть масса, какие-нибудь желания, какие-нибудь мысли, которые не являются греховными, какие-то увлечения, да, какие-то активности, которые, ну, не беззаконны в очах Божьих, скажем так, с чисто технической точки зрения. Но если мы этим постоянно занимаемся, вот мы преданы этому чрезмерно, то это производит к такому дисбалансу, к такому перенаправлению процессов нашей духовной жизни, которые приводят к нежелательным, да, ненужным страданиям. И Господь хочет произвести эту настройку. Там сказано «Он прикоснулся», да, но я посмотрел другие переводы, вернее, не переводы, а толкования на греческое слово, которое переведено как «прикоснулся». И многие толкователи сходятся к мнению, что это не просто прикосновение, знаете, пальцем, а он как бы приобнял, подошел вот так за плечи, приобнял как бы, да, так, прикоснулся не каким-то таким отдельным касанием, а таким приобниманием. Может быть, не бросился в объятия, да, там начал тискать, а просто вот так вот приобнял. Может быть, даже то место приобнял, да, как-то прикоснулся к нему более, ну, скажем, целенаправленно, не тычком, а каким-то обволакиванием, прикоснулся к тому месту, которое было наполнено этой избыточной жидкостью. То есть Господь решает эту проблему, да, Господь движется к нам с состраданием, движется к нам с желанием вот эти тонкие настройки произвести, а это только Он может сделать. Вот я возвращаюсь к своим примерам на работе. У нас недавно был курс, где студенты пытались настроить процесс технологический, да, пользуясь тренажером, пользуясь симулятором, пытались настроить технологический процесс, и, как оказалось, это очень даже нелегко. Там всего две колонны какие-то, да, там, которые распределяют различные фракции углеводородов, и несколько, скажем так, контроллеров, регуляторов, ну, не несколько, там, порядка десяти. И вот это оказалось настолько нетривиальной задачей, хотя внешне все выглядит просто, что студенты там потратили два-три дня, и я сам даже сел за этот тренажер-симулятор, вроде бы понимаю, как все должно происходить, но я потратил очень много времени для того, чтобы привести это все к балансу, к гармонии, к тому, чтобы все шло, протекало более-менее гладко. И здесь всего каких-то несколько технологических узлов, и мы, ну, скажем так, паримся по поводу того, как это все привести в гармонию. А что говорить о нашем организме физическом, а тем более о нашем духовном человеке? Здесь, конечно же, нужен такой настройщик, такой диагностик и такой специалист, которого никто из людей заменить не может. Это нетривиальная задача, она под силу только нашему любящему Создателю. И здесь мы видим яркий пример того, как это происходит. Я хочу молиться сегодня о своей жизни, о жизни моих ближних. Я думаю, вы согласны присоединиться ко мне о том, чтобы наша духовная жизнь, наш духовный человек, процессы нашей духовной жизни, они приходили в гармонию, в баланс, в какое-то должное пропорциональное распределение, которое не будет причинять нам неудобств и страданий духовных, которое позволит нам функционировать правильно и жить полноценной духовной жизнью. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом.